Депутат Госдумы Лидия Антонова встретилась с представителями Люберецкого молодёжного парламента. Участники встречи пообщались о перспективах и возможностях, которые перед ребятами открывает их объединение. Молодёжный парламент появился в Люберецком районе 8 лет назад. Тогда это была одна из первых подобных организаций в Подмосковье. Её возглавлял Пётр Ульянов. Уже сегодня он председатель общественной палаты муниципалитета. С ребятами Пётр Михайлович поделился своим опытом и рассказал о пройденном пути. Я, по-моему, сижу и думаю, как нас много. Мы все такие разные. И вообще, как мы будем работать? И очень приятно, что с 2009 года молодёжный парламент стал уже неким таким брендом на территории нашего района. И потом уже сами ребята стали выступать с инициативой, чтобы увеличить количество этих депутатских мандатов. Мне очень приятно, что в каждом созыве количество кандидатов увеличилось в геометрической процессии. Таких успешных, как Пётр Ульянов, конечно, единицы. Но если бы не молодёжный парламент, всего этого возможно и не было. Перед юными люберчанами объединение открывает новые возможности, учит их быть неравнодушными к проблемам общества. Во время встречи депутат Госдумы Лидия Антонова тоже рассказала о своём опыте и призвала люберчан реализовываться на территории родного края. А если ты нужен району, ты нужен будешь всегда. Потому что это люди, которые... Вы здесь. Вы можете ещё, вы можете даже работать где-то. Но если вы связаны по общественной деятельности с районом, мне кажется, что это хорошее дело. По крайней мере, мы через партию стараемся именно, чтобы продвигали молодёжь. В свою очередь, первый заместитель руководителя района и администрации Ирина Назарева рассказала гостям о том, чем на данный момент занимается молодёжный парламент. Её очень радует тот факт, что у люберецкая молодёжь такая активная. Мы всячески тоже поддерживаем и будем поддерживать любые ваши начинания. Я обязуюсь любые ваши начинания через совет депутатов эту работу с молодёжью поставить совсем на новые рельсы. В завершении встречи члены молодёжного парламента задали интересующие их вопросы представителям власти.